Добрый день и мы приветствуем вас на нашей очередной встрече клуба юристов и адвокатов города Уфы и не только который у нас называется БСБ безопасность бизнеса и в качестве безопасности мы сегодня взяли тему животрепещущую и актуальную для последних дней времени коррупция представлю вам нашего спикера адвоката Леонида Куликова. Леонид расскажи о чем ты будешь сегодня говорить. Добрый день Вероника, добрый день слушатели, коллеги. Сегодня тема будет актуальная, тема может быть даже назовем мнением борьбы с коррупцией, всевозможных ее проявлениях, которые, скажем так, многие отрасли права в настоящее время затрагивают, многие сферы жизни, она имеется, ну я надеюсь будет интересно, там очень большой объем такой достаточно будет. Представлю вот наших участников клуба, сегодня пришли послушать эту тему, все здесь почти юристы и адвокаты, смотрите, знакомьтесь, вот можете смотреть наш канал, подписывайтесь, задавайте свои вопросы, если даже вы будете их задавать после эфира, мы на все вопросы ваши ответим. Если вам кто-то понадобится из нашего клуба, пожалуйста, контакты в общем доступе, мы все дадим. Итак, начинаем. Я бы хотел до вас донести, скажем таки, нововведения, новеллы, которые присутствуют в законодательстве Российской Федерации, связанные с борьбой с коррупцией. Хотел бы начать я с того, что коррупция как явление, оно известно с древнейших времен, кто изучал и историю Римской империи, свидетельствует о том, что коррупционные проявления имели место и в столь давние времена. В нашей стране с возникновением капитализма, рыночных отношений, начиная с 90-х годов, понятие коррупции стало достаточно широко известно. Коррупция как явление, к сожалению, в нашем государстве не искоренилось, оно достаточно крупно, глубоко засело во все отрасли экономики и в целом всех взаимоотношений. Поэтому государству ничего не оставалось, как ввести достаточно серьезный пакет законодательных норм, которые были направлены на борьбу. Мне хочется для начала упомянуть Конвенцию ООН от 2003 года о борьбе с коррупцией. Как раз-таки данный международный документ и призывает все стран-участниц активно заниматься борьбой с коррупцией во всех ее сферах всеми доступными и допустимыми законным способами. Значит, наша страна в 2008 году, если не ошибаюсь, ратифицировала данную Конвенцию и, в принципе, начались как раз и приниматься меры, которые позволяют осуществлять данную борьбу. Отдельно по этому поводу был указ президента Российской Федерации 2018 года о национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 год, где государственным органам, министерствам, ведомствам приписывалось принять определенные меры, ряд нормативных актов и предоставить, значит, скажем так, отчеты, доклады о проделанной работе. Хочу сказать, что борьба с коррупцией не охватывается исключительно только нормами Уголовного кодекса, как бытует иногда такое ошибочное мнение. В данном случае, помимо уголовной ответственности, мы можем говорить и административной ответственности юридических лиц. Мы можем говорить, что вопросы борьбы с коррупцией охватывают в том числе и законы в сфере закупок. Это и 44-й федеральный закон, и 223-й федеральный закон. И также очень много сказано о противодействии коррупции непосредственно уже в законах, касаемых государственной службы. Что касаемо уголовного законодательства, существует несколько статей, которые четко определяют ответственность за коррупционные проявления. В данном случае, это статьи 290, 291, 291-1 и 291-2. Кстати, не забываем, что под понятие коррупцию подпадают и коммерческие подкупы. Статья 204, 204.1. Вся разница в том, что отличается по субъектному составу. Если 290, Татьяна Анатольевна, дачи взятки, здесь подверживается должностное лицо, то при коммерческом подкупе это лицо, которое занимает управленческую должность коммерческой организации. А по большому счету это вся разница, которую видит законодатель. Во всем остальном такие же запреты. Нельзя давать мусду за то, чтобы тебе что-то сделали. То есть, если мы говорим про коммерческие подкупы, то, понятное дело, речь идет в основном о так называемых откатах. Либо, значит, вознаграждение за то, чтобы, условно говоря, какая-нибудь подрядная организация, чтобы заказчик подрядной организации, например, какое-то должностное лицо приняло работу, которую в нарушении строительных норм провели и так далее. В декабре 2019 года, буквально перед самыми праздниками, Верховный суд Российской Федерации принял плену и его опубликовал, где внес некоторые новеллы в дела уголовные, как раз-таки по практике связанные с коррупционными преступлениями. Так вот, сейчас это понятие можно толковать достаточно широко. И взяткой можно считать не только получение денежных средств, каких-либо ценностей, представление прав имущественных и так далее. Под взятку теперь может подпадать любая имущественная выгода, которую получает чиновник. В качестве примера в пленную приводится, что, например, чиновник за свое покровительство, за какие-то действия, получил кредит на заниженных условиях. То есть, грубо говоря, всем процентной ставкой там 10, а ему выдали там 5. То есть, вот эта разница в 5%, это и есть, соответственно, уже его имущественная выгода. И здесь можно говорить о преступлении, получении взятки. То же самое в качестве примера и приводится, если, например, сделали ремонт в квартире по заниженной цене, ну, скажем так, ниже рынка. Следственные органы в данном случае проводят экспертизу, определяют стоимость выгоды для чиновника и могут уже определяться с квалификацией. Какая же это взятка? Значительная, крупный размер или особо крупный размер и так далее. Да, спасибо. Да, вот хотелось действительно спросить. Получается, ну, на рынке же у нас два человека, продавец и покупатель. Да. Просто они договорились, цену тот дешевле дал, чтобы сделать работу хоть минимальную, можно поймать. И это действие могут как взятку инкриминировать? Нет, естественно, здесь всегда нужен повод, да, нужно основание. То есть, если есть информация оперативная о том, что данный чиновник оказал какую-то незаконную услугу. Незаконную, да, получается? Если он законно с ним познакомился, в порядке службы. По сути, как? Вот у нас ведь, получается, берут взятки, да, дают взятки, как за законные, так и незаконные действия. То есть, если он и так обязан это сделать, да, то он в любом случае не имеет права получать какие-либо деньги. Если, например, он, вот возьмем пример, отремонтировал себе жилище, да, по цене ниже рынка. Но если мы видим, что тот занимался, да, с кем-то заключался договор, кому деньги платились, это организация, этот человек, неважно, или кого представляет эта организация, да, не имеет никакого отношения к работе этого чиновника и так далее, то, конечно, нет чем. Ну, какой-нибудь пожарник или чиновник, просто тех надзора, они периодически взаимодействуют с организациями. И как именно понять, что имеет интерес, не имеет. То есть, любое лицо подвергается, так или иначе, проверке, либо контрольным мероприятиям со стороны тех или иных ведущих. И если чиновник купил квартиру, решил отремонтировать, вдруг ему сделали дешевле, даже пусть он ничего не делал, а директор компании подумал, а вот он должность занимает, чтобы у меня хорошее отношение с ним наладить, подружиться, сделал коем-нибудь скидку процентов в 30 от рынка. Здесь как бы чиновник... Здесь можно смотреть конфликт интересов. То есть, политика государственная сейчас направлена на то, чтобы вот этих понебраций, знакомств, дружбы, да, ну, как таковой, желательно, не было. Презумпция невиновности конституционного... Я понимаю, но если видно, что есть какой-то интерес, да, один от другого зависит. Нет, директор, вот я сам, допустим, вижу человека, то, что какой-то может мне пригодиться когда-нибудь в дальнейшем. Ну, сделаю я бесплатно, подружусь, там вместе в баню схожу, а фактически он, получается, будет попадать под статью о получении выгоды. Если в дальнейшем выяснится, что... Вина в чем? Хорошо. А вот это как в спорте отложенный штраф, да, получается, что раз на раз не приходится, потому что могут вот эту ситуацию потом использовать как раз-таки в его интересах, да. Если выяснится, что он в итоге в нарушении каких-то норм, правил, да, или достаточно сомнительно дал какое-то разрешение, что-то подписал, да, и выяснит, нарует, что в свое время, полгода назад, год назад, тот интерес, с кого он это сделал, те ему бесплатно сделали ремонт, да, то можно говорить, что... Один дал, другой взял взятку. Ну, сделано это позже, да, к примеру. Ну, и что? Понятно. Спасибо за это. Да, спасибо. Возвращаясь к позиции Верховного суда по поводу дачи взяток, получения взяток и так далее, законодатель отдельную роль отвел посредникам в передаче взяток. Здесь состав преступления не только тогда, когда лицо передает в интересах взяткодателя денежное вознаграждение, имущество какой-то, ценности, но даже тогда, когда выступает инициатором в решении вопроса, берет на себя обязательства, обещания выступить посредником, решить вопрос. То есть, именно проявляет инициативу. И в данном случае как раз-таки срабатывает правило о том, что инициатива наказуемая. В данном случае все основания для привлечения этого посредника к уголовной ответственности за посредником. Очень часто, когда обращаются предприниматели, руководители предприятий, просто граждане о том, что, знаете, некое лицо предложило мне решить мой вопрос за деньги. Вот это лицо знает там тех-то, 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 да, и говорит, хочешь, я тебе помогу, решу, это будет стоить денег, например, но у тебя не будет проблем. Есть ряд граждан, организаций, которые не приемляют такое отношение, не приемляют такие разговоры. Обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о том, что мне предлагают поучаствовать в коррупционной схеме. Все. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, записывают человека. То есть даже элементарно достаточно задать правильные вопросы. То есть вы подразумеваете, что мы взятку, что ли, дадим для того, чтобы... Да, конечно, что там. Когда начинаются разговоры, записывают, выясняют все. В принципе, можно ставить вопрос уже о возбуждении уголовного дела, что вышел некий человек с инициативой, да, собрался. Но, как правило, неинтересен просто сам по себе посредник, без конечного получателя этих денег. Поэтому, конечно, как правило, в данном случае оперативные структуры стараются довести до конечного получателя взятки. И, естественно, задержание происходит обоих. Все. В данном случае. Хотя бывает таким образом, что задерживает посредника и предлагает ему дальше участвовать, в обмен на то, что твое участие потом, помощь, она будет оценена, да, органу следствия в твою пользу. Вот. Давай доводи до конца. Некоторые отказываются, некоторые, да, конечно, ну, идут дальше. У меня лично в практике был такой случай, защищала человека. Буквально два слова, да, приведу. Это связано было, по-моему, с политикой представления субсидий на кредиты квартирам. Там вот малый мужчина в городе, что-то такое. Очередь подвинуть там, предоставить, ну, что-то в этом роде. Да, там две женщины занимались. Так вот, мужчина обратился, говорит, тут, ну, обманули они меня, да, типа, еще деньги хотят. Ну, правоохранитель Могрин сказал, не вопрос. Все, дали уменьшенные деньги, оснастили аппаратуры. Машу, вы же, типа, дальше повезете. Взятку дать там? Да, конечно. Ну, ладно, хорошо. Все, вот, возьмите деньги, да, присчитайте. Все, да, хватит-то деньги там, для взятки. Хватит, ну, все, хорошо. Вышел, ее тут же задерживают. Говорят, вези дальше. Она, ладно, что делать? Под уже оперативным сопровождением везет деньги дальше. Подружки свои, с которыми вместе занимаются, подружку точно так же берут, говорят, ага, ты чиновница, тебе деньги. Она говорит, я не чиновница, я тоже, ну, предприниматель обычно, да, все. Что-то везет тогда кому-то собралась. Ну, она, так сказать, свои взгляды на жизнь умеет. Она сказала, ребят, здесь финиш. Все, я никому никуда ничего не повезу. А разница в чем в итоге была? В том, что та, которая первая, ей вменили посредничество, взяточничество, а та, которая вторая, только мошенничество. Потому что она сказала, я не чиновник, деньгенько передавать не буду, не повезу. Деньги я хотел оставить себе. Все. Там условно к нам, да, Влад? Поскольку была только третья часть, то было условное наказание. Если была четвертая часть, то по практике судов, за мошенничество четвертую часть, люди, ну, лет на пять, на шесть уезжают. Леонид, расскажи, пожалуйста, разницу вам в сроках и как все-таки лучше на поводу следствия или отказываться переходить на мошенничество. Именно разница в сроках привлечения к ответственности. Вот я скажу вам таким образом. Далеко не будем ходить за примерами. Если вы отслеживаете новостную рубрику, особенно в плане, возьмем даже республику нашу, да, Пускатастан, за прошлый год было очень много задержаний и уголовных дел, в том числе в отношении адвокатов. Так вот, большая доля обвинений, да, и приговоров в дальнейшем было именно по статье 159. Потому что адвокаты, кто участвовал как раз в получении денежных средств, да, под предлогом дальнейшей передачи, везде наследствие, ну, понятно говоря, либо это там гонорар, да, а когда предъявлялись уже улики в виде аудиозаписи, переговоров, обещаний и всего прочего, скорее всего, уже как раз таки вели речь о том, что, да, не собирались никому денег отдавать, обманывать решили, деньги оставят в себе. Потому что по мошенничеству светит срок, а за коррупционное преступление, помимо уголовного наказания для лишения свободы, еще и штраф, который составляет многократную сумму. То есть, штраф может начинаться от 30 до, если я не ошибаюсь, по-моему, 60-ти кратный. То есть, если, грубо говоря, миллион рублей взял, чтобы была часть 4, уже 159, да, вот, и если вести речь, что все-таки это и на посредничество взятое чисто было, да, то можно нарваться на штраф в 30 миллионов рублей. Помимо еще и, значит, наказаний для лишения свободы. А сроки по статьям одинаковые, да? Это все статьи тяжкие, либо особо тяжкие. До скольких лет по первой части? По первой части чего? Ну, обоих статьях мошенничество и дача взятки. Мы о чем говорим? Если четвертая часть, то она идет у нас, по-моему, год пяти лет, если не ошибаюсь. Вот. Если мы говорим по поводу взятки, она же у нас тоже, есть градация, есть же мелкая взятость, количество, да, это от 10 до 25 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Вот. Значительно, это когда свыше 25 тысяч рублей. Есть крупный уже от 150 и, по-моему, особо крупный, если не ошибаюсь, по-моему, от миллиона рублей. А от 150 до миллиона это значительно? Крупный. По-крупному? Да. От 150 до миллиона крупный, свыше миллиона уже получается особо крупный. Значительный у нас от 25 до 150 получается. Вот, например, срок возьмем по крупной сумме 150 тысяч рублей. Какой будет срок по статье мошенничества и какой будет срок по статье дачи взятки? при 150 по-моему, если не ошибаюсь, по-моему, часть вторая должна быть, 159, если я не путаю в суммах. Там, вот я точно могу сказать, что по приговору, по-моему, дали два года условных, если я не ошибаюсь. Мошенничество, да? Да. А при 150 взятки там уже это тяжкая статья, вот, и там наказание может быть вплоть до лишения свободы. То есть там, по-моему, до пяти лет, до шести лет много. Но в среднем наказание около трех лет. Теперь выгода понятна. То есть лучше всегда переобуться и сказать, что я себе решила оставить, да? Лучше работать без этих проявлений. На самом деле все деньги же не заработаешь. Закон и порядок. Поэтому спокойно работать, да, заключаешь соглашение, обговариваешь изначально цену, да, которая всех устраивает. И все. Если кто-то хочет там договариваться, что-то решать за деньги, то, пожалуйста, идите дальше. Это не ко мне, да? Потому что времена такие, знаете, с помощью любых электронных средств достаточно легко выяснить всю информацию, да, вот, компромат набрать на любого человека. конечно же, не стоит этим заниматься ни в коем случае. И вот продолжая тему взяток, хочу сказать следующее. Ведь привлекается физлицо. Если мы ведем речь о том, что это физлицо, представитель является какой-то организацией, какого-то юридического лица, и в его интересах он пытался договориться, решить какой-то вопрос, то в случае, если значит физлицо привлекают за коррупцию, то неминуемо привлекается по статье номер, если не ошибаюсь, 19.28 юридическое лицо за то, что в его интересах физлицо выступало и предлагало денежное вознаграждение. Но там интересно написано, в том числе и за то, что обещало. Опять же, за инициативу. Даже и не передавая, но грубо говоря, пришел на встречу, да-да, вы там что-нибудь делаете, я вам сейчас это все дам, то есть взял из себя такие полномочия. Если это все было зафиксировано, установлено в законном порядке, да, опять же, в рамках ОРМ или элементарно на камеры где-то, да, чтобы потом соответствующие компетентные органы передано, прокурор возбуждает административное производство. А там штраф начинается в минимум миллион рублей. Предложишь ты 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, там сказано трехкратная сумма штрафа. Но в любом случае она не может быть менее миллиона рублей. Назовешь. Проводилась проверка в отношении предприятия фармацевтики. Ну, аптечная сеть какая-то. И, значит, в этой сети человек работает, ее деятельность этого человека связана с препаратами по лечению что-то типа спиды или что-то в этом роде. Ну, которые строго на учете, которые закупаются и так далее. Так вот, эти препараты, здесь-то были они списаны под фамилии лиц определенных. У них у всех маркировка и так далее есть. Всплыли эти препараты в Самаре. Ну, в ящиках, прям в пачках. Бери, смотри, вот они идут там, все номера друг за другом последовательно. Ну, естественно, началась проверка. Значит, полиция, соответствующее подразделение, да, АБЭК начали проверять, что это такое вообще, что происходит. Ну, естественно, начали ответственного лицу за это препараты вызывать, с него спрашивать. Человек пришел. Прежде чем идти, обратился к своему знакомому. Говорит, вот так и так у меня проблемы. Ну, боюсь, непонятно, во что это выльется. Знакомый говорит, да, я, типа, знаю там, как с ними разговаривать, они все там, как облупленные, да, пошли вместе. Приходят, ну, их вызвали в рамках доследственной проверки, объяснение взять, да, там, по документам проработать, ряд вопросов есть. Там оперативник, у которого производится материал. Они заходят и, хотя друг друга в первый раз видят и в наглу, типа, зачем тебе это надо, давай, вот у нас есть энная сумма денег, мы тебе, типа, сейчас принесем и ты проверку прекращай. Пойдешь, купишь себе там автомобиль. Да, ради бил, это сего. Удивление, конечно, наверное, не опишешь оперативного сотрудника, ну, когда ты ждешь, тебе приходит человек, да, и начинает так в наглу предлагать деньги. по закону, он должен что сделать? Сообщить своему начальству о том, что к нему поступило предложение, ну, скажем так, участие в коррупционной схеме. Это его обязанность. Если он это не делает, это основание для его увольнения, на самом деле. это достаточно серьезный проступок. Естественно, он пишет рапорт, потому что так, так, в каких-то обстоятельствах пришли, ну, требовали. Записать, извините, не смог, потому что я бы не ожидал я, да, что такое случится. Но ничего страшного. Он позвонил, говорит, я вас хочу пригласить в кабинет, да, следственное мероприятие, приходите, потому что мы в прошлый раз не выполнили ничего. Хорошо. Естественно, зарядили комнату аппаратурой, приходят уже с деньгами граждане. И без лишних разговоров на стол вываливают ему в пакетике пачку денег. Он говорит, что это такое вообще? Ну, как, мы же вам сказали, что, вот, принесем вам, видите, типа, и давайте там, дайте материал, я заберу, внесу. Он говорит, вы вообще понимаете, что вы делаете? Да, да, и мы же тебе сказали вчера, типа, что принесем. Говорит, ну, это же незаконно, за это же можно понести ответственность уголовную, это же взятка. Да, да, понятно, что, мы решили вопрос? Ну, не знаю, смотрите сами. То есть, как бы, что хотите, то и делайте. Ну, все, типа, мы пошли, развернулись, ушли. Естественно, их на выходе коллеги задержали, да, сказали, идем сюда, все. Как итог, помимо того, что за, я не помню, там, хищение, не хищение, вот этих медицинских препаратов было, да, еще и уголовная статья за дачу взятки. А сумма там была, ну, я скажу, достаточно крупная. 500 минимум, наверное, 100 тачку. Нет, больше 20. Ну, я не знаю, да. Леонид, скажи, пожалуйста, у нас тут вопрос есть с прямого эфира, с Инстаграм, пишут, чем отличается коммерческий подкуп от взятки? Ну, я уже в самом начале, в принципе, говорил, что самое основное это по субъектному составу. То есть, если коммерческий подкуп, здесь имеется в виду лицо, которое занимает управленческие функции в предприятии. А взятка идет должностному лицу, ну, это должностное лицо, то есть государственное и муниципальное служащее. К большому счету в этом вся разница. То есть, частный сектор и там государственный и муниципальный, да, сектор. И там и там нельзя, в принципе, ну, друг другу давать деньги за там, покровительство там, подкаты и так далее и тому подобное. Просто законодатель разделил, что здесь вот, если государственное 290, если частное, 24, а все остальное особо там не отличается в большом счете по составу. Скажи еще, пожалуйста, тоже вопрос у нас с Инстаграмом, а если чиновник совершил законные действия и получил за это подарок, будет ли это взятка? Посмотрите, в плане подарков, да, вопрос вообще такой, достаточно болезненный. Вот у нас, например, гражданский кодекс, да, закрепляет, что в принципе нельзя дарить подарки, тем более чиновникам, делается исключение только подарком до 3000 рублей. И все. И то, по большому счету, лучше всего, если подарки какие-то дарятся, это должно быть в рамках каких-то протокольных мероприятий, где прям по протоколу указано, что сейчас всем раздаем подарки. А как велик? Ну да, если только китайские. За 2999 рублей. То есть, служить на командировке, но во всяком случае не более 3000 рублей. Потому что, если выше стоимость, он обязан отказаться от подарка. Даже если вот он ничего противозаконного не сделал, мы ему принесли подарок, вот, и явно следует, что он дороже 3000 рублей, тяновник должен сказать, хорошо, вот сейчас мне надо написать заявление своему руководителю о том, что надо передать этот подарок, а потом ему просто дадут право его выкупить. вот в этом вся разница. А вообще, сейчас время такое, что дарить подарки достаточно опасно. Или чеки надо просить сразу к подарку. Сколько стоит? Чек покажи, а давай. У нас есть еще вопрос, скажите, пожалуйста. если, скажем, ситуация, я, общаясь с человеком, со студенческих времен, должен ему денег, причем он зафиксирует транзакцию, что он мне переводил, скажем, 200 тысяч рублей на мою карточку. Я, как адвокат, вдруг представляю интерес какого-либо предпринимателя либо общества и, получается, прихожу к этому человеку. Я, ну, постоянно прихожу в процессе работы и когда я отдаю ему долг 200 тысяч рублей первонажу на карточку, это будет инкриминироваться как взятка? Вот, мне кажется, наверное, в данной ситуации надо себя обезопасивать, да, в каком плане. Наверное, лучше составить так прям передачи, да, что вот я у тебя деньги в долг взял вот такого числа, что подтверждается там, денежным переводом, да, вот такого числа на мою карточку и так далее. Вот, и я вот сегодня там возвращаю тебе, да, что все, претензий нет, все, это ни с чем не связано и так далее и тому подобное. Потому что, ну, ведь говорить о том, что какое-то преступление, да, совершено, но ведь должна же фабула тоже какая-то быть, а что, как, зачем, за что, а если, грубо говоря, объективно существуют обстоятельства, которые искусственно не создашь. Это, например, вот прошедшим временем денежный перевод, да, ты куда его денешь? Куда не денешь? Он существует объективно, правильно? Если такая же сумма возвращается, ну, лучше себя подстраховать, давай-ка бумажку подпишем, что ты на те деньги я тебе вернул, все. Ну, я полагаю, что здесь не должно быть вопросов. слава. У нас были еще вопросы, да? Подскажите, допустим, секретарю в суде принес пакетик с коробкой конфет, с пачкой чая, что это? Подарок взят. Ну, до трех тысяч рублей. Кстати, я забыл сказать по поводу подарка, лучше, вот опять же, законодатель говорит, что, знаете, подарок, можно подарить до трех тысяч рублей, но лучше это делать в какой-нибудь праздник. На Новый год. Да, Новый год там, 8 марта, вы знаете, я узнал, что у вас день рождения. Суд как на праздник, в принципе. Окончание проверки. Я думаю, что не стоит этим злоупотреблять нынешнее время, да, на самом деле, потому что слухи, разговоры, еще что-то. Знаете, в конце концов, коллега, оппоненты, вот узнают про ваши теплые отношения с секретарем, да, что подарки к нему таскаете, и потом пойдут писать везде жалобы, заявления и так далее. Здесь, может, ничего и обидного, безобидно, да, ситуация сам по себе, но человек может пострадать, может лишиться места своего рабочего и так далее. поэтому вот достаточно такие вот явления, спорные. Да, да, тоже вопрос. У меня вопрос не про подарки, но точно так же про взятки. Я предприниматель, и, предположим, у меня есть изделие, сборное изделие. У меня есть заказчик, которому нужно это изделие, и, соответственно, чтобы он его получил, он проводит тендер. Но я точно заранее знаю, что я этот тендер не выигрываю. Почему? Потому что мой заказчик берет и прописывает условия тендера по того, с кем он уже договорился. С кем, да. Скажите, с чего мне начать вообще, и что-то можно при таких условиях сделать, чтобы доказать уже о том, что намеренно была взята взятка и намеренно все это было сделано для того, чтобы мой заказчик взял именно, так скажем, чтобы, да, мой заказчик взял товар именно у другого человека, а не у меня. Ну, смотрите, то, что были какие-то договоренности, да, и прочее, это уже ваш вопрос доказания, да, откуда вы все это знаете. То ли это домыслы определенные, то ли вы располагаете какими-то конкретными фактами. А вообще, насколько мне известно, всегда же, начиная с того, что пишут жалобы, фас, да, фас, о том, что, значит, документация не соответствует требованиям 44-го закона или там 223-го, да, к примеру. Говорить о том, что там у них есть какая-то коррупционная составляющая и так далее, вы знаете, если только вы видите, что они у тебя сделаны, ну, знаете, что они там в каких-то родственных отношениях, например, да, состоят, вы знаете, что они вместе там, не знаю, там, учились там, соседями, или еще что-то, ну, эту информацию там легко достаточно, да, проверить. Поэтому и можно говорить, что возможно, здесь есть и коррупционная составляющая, то есть вы не обвиняете в том, что кто-то кому-то что-то заплатил, да, поймите, понятие коррупция, она достаточно широко применима. Когда один просит другого, давай, ты мне вот это сделаешь, я тебе потом в свое время там тоже, там, ну, как говорится, подмигнул где надо, да, то есть подмогу и так далее. Это тоже проявление коррупции, когда начинает заинтересовывать взаимовыгодных каких-то отношениях. Ты мне, я тебе. Ну, тут на самом деле и выглядит это все только как домыслы, потому что они же могут, не нарушая 323-й, 44-й, они просто скажут, что вот в таком-то городе, ну, условие такое, что вы именно в этом городе, а производители всего два, один в другом городе или в этом. Или именно конкретно эту деталь и именно с такого-то завода и все. Ну, вы знаете, это, как бы, такой достаточно частный случай, да, то есть говорить о том, что здесь коррупционный, нет, я имею в виду, сейчас вы приводите, да, определенный частный случай, слой, вот, но говорите коррупционной составляющей, опять же, вам нужно тогда какие-то факты, да, конкретные иметь, а здесь, я понимаю, знаете, когда есть, например, тендер проводят, говорят, вот на закуп автомобиля определенной марки, да, например, а в городе, например, этот дилер вообще только один, то есть мы же прекрасно понимаем, что... Ну, городом же не должно ограничиться, дилер может продать. Ну, по факту, только фас писать, что мы его тоже приможем там поставить вам, да, за эти деньги и так далее. А можно вот, вы смотрите, допустим, ситуация, у нас, ну, очень много мелких предпринимателей, которые в городе, там, лазеют, может быть, какими-то объектами и регулярно администрация, к примеру, муниципалитет, проводит такие, может быть, встречи с ветеранами, например, с детьми, какими-нибудь и предлагает в форме, в форме такой, что, ну, невозможно отказаться, помочь, просит помощь, организовать вот это, вот, вот, это мероприятие, цинами, я не знаю, бантиками, шариками, там, заплатить, там, за ведущего, там, и так далее. И в обмен на какие-то преференции, ну, не будем вас, там, не знаю, трогать, или что-нибудь, там, ну, выделим вам кусок земли. Получаешь кусок земли, здравствуйте, вы обеспечивали тот праздник, да, обеспечивали? Пять лет? Это вообще рабочие с кем? Здесь вопрос выгоды приобретателя же. Какой стороны смотрят и выступают? Выгоды приобретателя. То есть, вот, условно говоря, в администрации, в администрации, там ведь никто выгоду не получает от этого. То есть, если мы говорим... Выгоду в виде экономии и бюджета. Ну, здесь все-таки больше, как бы, речь идет о том, что когда какой-то конкретный чиновник, да, он для себя, ну, получает какую-то материальную выгоду от этого конкретно, то есть, он что-то приобрел. А деньги, выписаны, сэкономил. Вот. А здесь, понимаете, здесь ведь они тоже, ну, вопросы ставят таким образом, что, как бы, социальное участие, социальная поддержка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok